Мы продолжаем бизнес без галстуков на первом делом телеканале. Говорим с Ольгой Зарембом, генеральным директором MA Group. Неужели тогда кризисные явления, которые не позволяют девелоперам остановить стройку, продавать, они в определенном смысле создают дисбаланс на рынке недвижимости? Появляется очень много проектов, которые нецелесообразны под время. Там много торговых центров, слишком много. Или жилье бизнес-класса, когда у людей нет денег. И что делать тем, кто начинают свои проекты, ведь они не смогут прогнозировать на 5-10 лет вперед? Я думаю, что в современных условиях, конечно, главный критерий, помимо профессионализма, правильного анализа участка и так далее, это оперативность. Я здесь полностью с вами согласна, что чем современнее, чем больше отвечает требованиям твоя концепция тому, что ты сделаешь, тем больше в этом плюсов и вероятность того, что проект будет успешный. С другой стороны, сказать, что у нас прямо насыщенно, допустим, если мы будем говорить про коммерческую недвижимость, то рынок Украины, сравнивая с европейскими государствами, на самом деле он не насыщен коммерческой недвижимостью. Я про торговые центры немножечко отдельный разговор, это вот возвращаясь к тематике, что к нам не приходят новые бренды. Если бы к нам приходили новые бренды, была бы выше поддержеспособность, торговые центры бы тоже пользовались. Но коммерческая недвижимость здесь скорее офисы, отели. Вот если мы говорим про офисы, то офисы, что сделали офисы? Офисы очень сильно упали в цене в аренде. И поэтому сейчас наблюдается такая тенденция, что люди переезжают из квартир, где они раньше арендовали недвижимость, в более качественные офисные центры. И я думаю, что как раз в долгосрочной перспективе офисы не прогадают. Есть, например, пример Подолплаза. Это один из первых успешных проектов, который вышел на рынок в офисной недвижимости. Когда мы говорили про доходность Подолплаза в шестом-восьмом году, все говорят, да, они не правы, у них очень низкие арендные ставки, сейчас вот у нас в центре по 45, а у них там, например, по какой-то другой цене. Но вопрос в том, что в то время Подолплаза подписывала долгосрочные договора с иностранными компаниями, поэтому сейчас те бизнес-центры, которые были в центре, сдаются не по 45, а по совсем другой цене, а по Долплазу все равно в длинной перспективе оказывается выгодным проектом. О каких сроках окупаемости мы говорим? И меняются ли они с определенными кризисными явлениями в экономике? Конечно, они меняются. В рынке недвижимости есть такой понятие, как илды, ну, как были там срок окупаемости. И когда мы говорили про некризисный период до восьмого года, то всех интересовало 5-7 лет. Вот 5-7 лет, вот если проект с большим сроком, то мы даже не пойдем. Сейчас, я думаю, что все понимают, что срок окупаемости 10-15 для недвижимости – это очень здоровое явление. Поэтому, если честно, мне кажется, что сейчас мы в таком общеэкономическом плане более здравые, то есть до восьмого года мы были избалованными деньгами, мы были избалованными возможностями, и нам казалось, что все будет очень быстро, хорошо, и нам для этого не нужно прикладывать максимум усилий. Сейчас, ну вот если подойти к вопросу, как же все-таки компаниям, что компаниям делать сейчас. Я считаю, что если подходить к вопросу, что в кризис вызывает сильнейший, то сейчас есть прекрасная возможность у покупателя выбирать лучшего, у девелопера выбирать лучшего застройщика, выбирать лучшего проектанта. То есть на самом деле сейчас есть возможность в связи с ограниченностью ресурса, ну как бы денежного, выбрать лучшую компанию, которая раньше была по какой-то причине или очень дорогая, или загружена. И ну вот давайте возьмем пример международной сертификации. Как бы сколько в Украине генподрядчиков, которые имеют международную сертификацию? Или про какие? Ну вот я вам скажу, что наверное сейчас ни одного, то есть по ФИДику нету. То есть если мы планируем привлекать какое-то инвестирование западное, то наверное целесообразно бы генподрядчику получить эту сертификацию. Наверное бы генподрядчику целесообразно иметь страховку, да, то есть чем отвечает генподрядчик за невыполнение работ. И так можно пройтись по вот всей цепочке вот от начала, от архитектуры, заканчиванием, ведением и эксплуатированием этой недвижимости. Если говорить о насущной проблеме, в частности получении определенных разрешительных документов, то если посмотреть на практики, стран, которые пережили кризис, они всегда упрощают ведение бизнеса. В Украине чувствуется ли определенное послабление с учетом того, что карманы не столько наполнены? Вы знаете, я вот сейчас как раз приехала со встречи, которая проходила премен экономики. И главной целью встречи, это была встреча, наверное, можно сказать, властей с бизнес-спельнотой, главной целью встречи была тема дерегуляции. Успешно? Я вот думаю, как вам сказать. Сами попытки дерегуляции, это не первая встреча, это не первая встреча именно от этого министерства. То есть сейчас тема дерегуляции, она, мне кажется, проходит красной нитью. Но мне кажется, что кроме самой дерегуляции законодательной, должно еще быть глубокое понимание проблемы, почему это происходит, и железная сила воли. Ну, например, мы можем говорить, что сложно получить дозвил на будивництво. Давайте отменим раз, два, три, четыре, и теперь мы будем получить его не 20 дней, а там 5 дней. Если мы это сделаем, то есть законодательно, мы, наверное, да, можем это сделать. Но практически, если не будет понимания процесса для того, чтобы получить дозвил, да, как бы вопрос не в дозволе, а вопрос получения технических условий для того, чтобы вы строили этот дом, и нужно решать чуть-чуть раньше другую проблему, то от того, что мы упростим эту проблему, ничего не поменяется. Даже если вопрос, предположим, что будет глубокое понимание процесса, и упростимые правильные вещи, но если не будет силы воли, чтобы это внедрить, да, с проблемой получения дозвил у вас не будут, но вам найдут какую-то маленькую незначительную бумажку, без получения которой вы не сможете получить, ну, там, начать строительство. Поэтому здесь, мне кажется, это все-таки, ну, хорошо, что хоть что-то делается, хорошо, что очевидно, есть желание, как бы это делать, плохо, что пока, кроме слов, ничего не меняется. В данных условиях следует ли начинать бизнес, когда рынок определенный, в смысле, очищен, банковская система, тоже происходят в ней определенные изменения, и идут направления в сторону дерегуляции. В данном случае стоит ли начинать что-то делать? Стоит начинать всегда. Стоит начинать всегда, и сейчас, мне кажется, плюс сегодняшней ситуации, это минимальная цена входа в бизнес. То есть даже... Это понимают как внутренний, так и внешний инвестор. Да, да, я думаю, что да, сейчас, конечно, очень низкая доходность на вложенные деньги, но вот то, чем мы с вами говорили, что если вы войдете сейчас, то к стройке вы приступите через такой-то период, и к тому времени, ну, мы все надеемся, что рынок должен поменяться, да, что мы сейчас на дне, ну, как бы об этом все говорят, да, и нам кажется, что ну вот ниже, то есть мне кажется, что если не будет военных действий, то ниже уже некуда, потому что это уже себестоимость. Поэтому можно говорить как бы дальше, что да, имеет смысл, если вы не закредитованы, если у вас нет сумасшедших, ну, вот задолженности, которые вас тянут извне, стоит ли начинать с нуля? Да, стоит. Стоит искать хорошие площадки, стоит нанимать, ну, как бы лучших специалистов в своих отраслях и потихоньку идти вперед. В недвижимости какие главные элементы успешной компании? Это топ-менеджмент, это государственное регулирование, это удача или там бизнес-проект? Я думаю, вы назвали все вместе. Что наиболее важно в хронологическом порядке? Вы знаете, в связи с тем, что недвижим, если мы говорим про строительство, да, потому что недвижимость, она же подразделяется, ну, вот, допустим, почему нам немножечко легче, как вот холдинговая структура, что у нас есть как капиталозатратные предприятия, так и компании, которые находятся больше в сфере услуг, да, и если вот сейчас мы говорим о том, что кто, ну, вот, кому сейчас все-таки чуть легче работаются, есть заказы о, как бы, Миск Цивиль Проекта, как организация, которая делает проекты, потому что люди тоже понимают, что сейчас начни, через два года получишь. Ну, как бы, можно работать, работает компания, связанная с маркетинговым продвижением и с консалтингом. А вот если мы говорим про сам девелопмент и строительство, то, конечно, здесь сложнее, поэтому я бы, отвечая на ваш вопрос, я бы сказала так, что если мы говорим про отрасль строительства и капиталоемкую часть, то, конечно, просто удачей или просто хороший, ну, топ-менеджментом здесь не обойдешься, с моей точки зрения, а главное здесь налаженная, четко налаженная финансовая структура в плане финансирования. Потому что, если нет финансирования, у вас может быть идеальный топ-менеджмент, у вас может быть идеальная удача, очевидно, да, но если денег нет, то вы никуда не пойдете. Поэтому, прежде всего, это восстановление или наличие собственного финансового, как бы, да, подушки безопасности, потом топ-менеджмент, потом, ну, знаете, я к удаче так отношусь, сегодня удача есть, завтра нет, мне больше нравится системность. Спасибо, что были с нами. Это был проект «Бизнес без галстуков» на Первом Деловом телеканале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова